Спасибо большое. Рад поприветствовать всех вас в условиях глобализации, чтобы затем уже мы могли бы ознакомиться с историей и в настоящий момент процессами, происходящими в отношении со стороны политики государства. Итак, если мы говорим об угрозах радикализации, то я хотел бы поделить влияние факторов, которые влияют на процесс радикализации, на внутренние и внешние факторы. Если мы говорим в первую очередь о внешних факторах, чтобы отбросить шелуху излишне, то здесь в первую очередь надо говорить о том, что это уже стало ясно как день, что некоторые, в особенности террористические организации, имеют внешнее управление, выступают часто как инструмент ведения политики некоторых стран. Это уже не является действительно секретом, и это было не раз озвучено официальных СМИ, самой как и Хиллари Клинтон в отношении Анкайды и недавно Трампа в отношении ДАЙШ, то есть ИГИЛ. Я так хотел бы сказать, что сегодня основная, наверное, проблема для Центральной Азии, для всех стран, это возвращение в свои страны молодежи, боевиков, что повышает заметно уровень террористической угрозы. Где-то, конечно, ее меньше, где-то ее больше, но это все зависит также и от жесткости репрессивной машины, наличия социальной защиты, религиозной грамотности. Я так скажу, что в наших средствах массовой информации, может быть, вы все заметили, все чаще появляются сводки о предотвращенных терактах и задержанных лиц, вернувшихся с зон конфликта с целью продолжения террористической деятельности. То есть, я хотел бы сказать, что процессы, которые происходят и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Узбекистане, тем более в России, они сегодня взаимосвязаны между собой. В условиях, в особенности, обострения, последнего обострения отношений между блоком, возглавляемый Россией и блоком стран, возглавляемый Соединенными Штатами, где уже мы стоим на грани, можно сказать, холодной войны. По сирийскому вопросу, завтра-послезавтра есть угроза применения сил. Центральная Азия является заложником и, естественно, превращается, неуклонно превращается в площадку для перенесения противостояния, где одновременно присутствуют разные интересы. И где, естественно, будет использоваться и через Афганистан, и через другие, значит, горячие точки, использоваться и такой фактор, как религия, и такой фактор, как религиозный экстремизм, использование этого инструмента зачастую. Многие эксперты поднимают вопрос, конечно, о том отношении, насколько будет активизация широкого террористического уже подполья, направленных на страны региона, в первую очередь, через Центральную Азию, допустим, это и Иран, и КНР, и Россия, и так далее. То есть это уже, можно сказать, мы называем внешним фактором. От него и в первую очередь будет зависеть вся расстановка и сам процесс протекания, процесс радикализации в целом. С этим надо согласиться. Мы, конечно, ищем причину, чтобы снизить процесс радикализации, первую причину, понимаете? Мы ищем ее в себе, мы ищем в исламе, мы ищем в государстве, но есть и внешний фактор, кто непосредственно создает условия или использует данные процессы. И самое страшное, то, что вы все заметили, действительно, что фактор приезда, например, рекрутирования в горячие точки, и это сопровождается каждый раз. Сегодня Сирия и другие страны, что молодежь выезжающая, ведь выезжают, в первую очередь, да, разные лица, но такое ощущение, как будто создаются искусственные мясорубки, где уничтожается, с одной стороны, мусульманская молодежь, да, попадая в эти жернова, да. То есть есть какая-то вот связь с этим. Я так хочу сказать, что за последние годы мы все видим, что идет в наших странах, после развала, особенности Советского Союза, и особенности в последние годы идет, можно сказать, что идентификация нашего общества в странах Центральной Азии, она заметно изменяется в сторону роста религиозных ценностей и религиозно-исламского возрождения. В Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, даже несмотря на режим жесткости или контроля религиозной сферы, изменяется идейно-ценностная и культурная мозаика всего общества в сторону преобладания фактора ислама, как религии, да, и влияние его на все стороны, в первую очередь на бытовые, а также на социальную сферу, и постепенно влияние на все стороны жизни, являются соотношения, определения границ светскости и места роли ислама в обществе и в государстве. Правительство уже сегодня, в некоторых странах, сталкивается с вопросами политизации, идеологизации вопросов, хиджаба, ношения, внешнего вида, бороды, да, и так далее. Также, мне кажется, перед государством стоит очень сложная задача определения нужной траектории для себя, развития процесса роста ислама и развития ислама, с учетом уже новых вызовов, и геополитических, и региональных, и национальных, и духовно-нравственных, с привлечением, естественно, возможно, привлечением религиозного ресурса ислама в решении социальных каких-то задач, духовно-нравственных. Я хотел бы сказать, что мы здесь поднимаем вопрос, в первую очередь, наверное, о том, что является основной причиной радикализации. Проведенный анализ и результаты некоторых собеседований среди молодежи и так далее показывают о том, что есть группы риска, да, среди молодежи, и что самый большой вопрос для молодых людей, это вопрос, конечно, и образования, и слабское образование, и вопрос социальной справедливости, да, отсутствие социальных лифтов, коррупции. Ведь не секрет, сколько мы боремся с коррупцией, она становится все, которая, она непобедима, она захватывает все стороны нашей жизни. Любой кыргызстанец или даже гражданин любой из стран Центральной Азии, он сталкивается и в России то же самое, с коррупированностью, это, мне кажется, и для Европы тоже. Социальная справедливость, отсутствие социальных лифтов, отсутствие перспективы для молодежи, у кого нет ресурсов для самореализации, возможности даже найти нормальную работу, это все приводит к изначально уже протестной позиции к системе, к государству в целом, к властям. Также имеется, мы видим, что в наших мусульманских странах, я имею в виду со светской модели стран с большинством мусульманского этнического населения, идет очень сильный кризис, вообще кризис идентичности и ценностей. Идет кризис национальных ценностей, идет кризис либеральных, в первую очередь, кризис ценностей, демократических реформ, которыми чаще всего политические элиты, прикрываясь, утверждают, выстраивают свое правление, управление олигархией. Разочарование населения, но заполняются импортированными извне идеями политическими, да, идеями, прикрывающимися религиями. И именно на сегодняшний день наша молодежь ищет не просто духовные, а ищет идеологические ориентиры, ищет ответы на вопросы справедливости, вопросы, связанные с международной политикой. А как ислам смотрит на те процессы, которые происходят в Сирии? Как ислам смотрит на глобальную финансовую и справедливую систему? Как ислам смотрит на, допустим, политику своих государств, на коррупцию и так далее, да? То есть, молодые люди начинают искать ответы в политическом исламе. Здесь большую, конечно, роль играет актуальность, да? И не секрет, что притягательность идей, допустим, халифата, построения исламского государства сегодня, она отвечает растущим запросам молодежи. Она отвечает именно, что стоит, то есть, является аджендой, да, сегодня. Это справедливое общество. Это, в принципе, их построено на принципах ислама. Здесь я бы хотел сказать, что сегодня большую роль в радикализации сегодня играет интернет-пространство. То есть, то, что мы называем интернет-имамами. Я имею в виду из запрещенных группировок. А также большую роль в этом, как кузницы кадров, играют тюрьмы. В тюрьмах, в основном, идет сегодня, что мы называем, скрещивание или слияние криминальных структур, криминала и веры, да, религии. В целом, хотел бы тебе снизить. Ну, в первую очередь, хочу сказать, что политика нашего государства прошла несколько этапов. Первый этап прошли все государства в Санкт-Петербурге. Это либеральный период веки 90-х годов, когда государство самоустранилось от религиозных процессов, вообще от вопросов происходящего в особенности в исламе, других. И это привело к импорту на территорию наших стран различных миссионерских организаций с целью либо евангелизировать мусульман, как вызов. То есть, это были такие не протестантские церкви. Либо, как говорится, привнесение совсем других идеологий, не совпадающих с культурной мозаикой, да, Кыргызстан. То есть, со стран Персидского залива, с других стран, да, Ближнего, Среднего Востока изменять, я буду страны называть. То есть, здесь, как бы, второй период после того, после 11 сентября, 11 сентября, когда государство только начинает включаться и понимать, а что такое терроризм, да. То есть, если так грубо смотреть. Но Кыргызстан избегал, по сравнению с другими странами, жестких мер, да. В основном были предприняты, как бы, комбинация мер. Это где-то и ожесточение закона, а где-то больше профилактика. То есть, исходя из специфики, политической модели Кыргызстана, Кыргызстан придерживается больше себя демирального или демократического пути, да. То есть, очень мягко подходил к этому вопросу. Конечно, в 2008 году, 31 декабря, в 2009 году был призван, принят закон о свободе исповедания, который был очень резко раскритикован со стороны западных международных организаций. Но в этом законе, повторяю, было представлено, или в этом законе были введены определенные ограничения на деятельность прозвитизма. То есть, обращение кыргызов к мусульман, целенаправленное, да, со стороны неопротестантских миссионерских организаций. И данная норма закона, она действительно была для нас спасительной. В 2014 году, первый раз в истории Кыргызстана, в заседании Совета безопасности, был, Совет безопасности, был посвящен именно вопросам ислама, религиозной безопасности. Было принято решение о разработке концепции, государственной концепции в мусульманской сфере. Эта концепция имеет важное заключение для Кыргызстана. Потому что в этой концепции первый раз мы сделали все попытку, и в этой концепции участвовали, работали не просто чиновники, а именно представители разных конфессий и эксперты. Независимые эксперты. Вот с сильным-сильным экспертом и представители разных артистов была попытка раскрытия модели светскости в Кыргызстане. И эта модель, я думаю, что она постепенно раскрывает государство, что государство нейтральный игрок, она не навязывает свою идеологию. Она конфессионально нейтральна, но при этом, учитывая большинство мусульманского населения в Кыргызстане, поддерживает исторически утвердившийся Таханафинский масхаб и Ахидамату-Люди, это же называется. Но я не буду дальше говорить, здесь хотел бы задумать вот какой вопрос. Что делать? Сегодня все изменяется. Изменяется и молодежь, потому что время меняет людей. Изменяется ситуация в мире, изменяются подходы. Приходят новые руководители и так далее. Я хотел бы сказать, что в первую очередь, конечно, у нас нет до сих пор такой глубокой оценки эффективности государственной политики, основанной на глубоких исследованиях в целом. Для того, чтобы улучшить и усовершенствовать, постоянно усовершенствовать. Второе, мы заметили, что на государственную политику могут влиять, несмотря на принятие законы, существования Конституции могут влиять личности. То есть, эта проблема на принятие на государственную политику могут влиять высокие чиновники. То есть, значит, зависит от того, что чиновник, насколько религиозный или не религиозный, или как он относится к религии, он может, а с этого может изменяться постепенно политика, какие определенные вещи. Я просто говорю о том, что в Конституции у нас говорится о средствах государства, и о том, что все права граждан Кыргызстана равны, то есть, по религии. Но иногда создается впечатление, когда некоторые... Есть ошибки, конечно, но эти ошибки могут стоить многих, если это будут частые ошибки. Я имею в виду о действиях, приводящих к исламофобии. И проблема заключается в человеческом факторе, в трактовке, что такое светское государство, где права верующих, где грань между светскими ценностями и правами, допустим, верующих. Феномен интернационального государства, national state. Потому что наши все книги построены еще, ну, держатся на средних веках. Верутся ислам и демократии соотношения, да. И основной тоже вопрос, вообще, как мусульманам практиковать свою веру, да, если наша вера заканчивается не в исследовании, да, вот. Например, в странах Европы, и даже я приведу пример, в Израиле. А мы мусульманская страна, у нас ислам, он не то что ограничен, я имею в виду, нет даже дискурса научного о том, что... Если по незнанию, но эта картинка, фотография имеет большую скандальную историю. Как провокация, да. Здесь изображены девушки, хафизы Курана, да. Как получилась история всплеска в средствах массовой информации, исламофобии. Один из репортеров снял ваше награждение, да, девушек, хафизов, кто выучил Куран, они сидят. И принес президенту и показал, что вот, что творится ваше. Президент с горячей руки велел вывесить плакаты вот эти, и рядом повесить наши национально-традиционных одеждах плакаты, не разобравшись в истории. И везде плакаты повесили, по всему Кыргызстану, Кыргызстану, куда мы идем. Вы видите, это вырвано из-под контекста фотографии. Это чистого рода провокация, да, была. Это привело к первому всплеску уже в соцсетях. Друг друга такфир делали, кафиром назвали, светскими радикалами, там и так далее, террористами. Вот с этого все начинается, с культуры, да, с подхода. Конечно, среди мусульман мы нуждаемся в росте открытия дверей штихата, пересмотре глубокой истории, да, исламской, соотношение, как нам жить в светской условии, и как находить, как сказать, общий язык в этой связи. И здесь, конечно, мне кажется, нам нужен не просто диалог, да, нам нужна улица, как сказать, с двумя движениями, да, чтобы друг друга поднимать. Не только с одной стороны мусульмане должны, мы виноваты, из нас терроризм, мы экстремизм представляем, к примеру, да. Нет, должна быть улица с двумя движениями, где должен быть диалог и понимание, поиск общих интересов, да, в одном обществе, что нас объединяет, да, National State, национальное государство. Что такое исламское, нам необходимо готовить специалистов, интеллектуалов в исламе, интеллигенцию исламскую. И, наконец, нужно поднимать уровень культуры ислама, да, и религиозной культуры в обществе в целом вообще. И не только у нас среди мусульман, но и среди светского населения. Потому что в основном конфликты идут из двух крайностей, да, создается конфликт, да. Из-за отсутствия неправильного понимания и терминов, и трактовки, да, и так далее. Спасибо за внимание.